Приветствую вас, Владислав, давайте разберём ваш текст, вашу проблему, ответим на ваши вопросы, которые вы задаёте, вот, вопросы важные, это чувствуется, безусловно, вас это волнует, всё это тоже чувствуется, тоже понятно. Смотрите, на мой взгляд, у вас существует два пути, значит, развития этой ситуации, которая сейчас имеет место быть. Первый путь, он, скажем так, простой, первый путь, он, скажем так, достаточно очевидный, вот, и связан этот путь с тем, как вы себя будете ставить, значит, ну, по отношению вот к своей, например, дочери, по отношению к своей супруге, по отношению к самому себе. Да, то есть, это путь тех изменений, которые вы сейчас переживаете, да, это путь тех, тех, я бы сказал, событий, которые сейчас с вами происходят. Я бы так, я бы так это назвал, вот, и вы можете, вы можете идти дальше по этому пути, по пути своих изменений, вот. Вы можете действовать так, как вы действуете сейчас, вот, и надеяться, надеяться на то, что ситуация, может, станет другой, ситуация поменяется, вот. Но, как вам сказал мой коллега, Борис Никитаров, вы не изменились внутри, да и, в принципе, как вам сказали мои коллеги, некоторые, вы не изменились внутри, потому что о самих проблемах вы ничего не говорите, о самих проблемах вы ничего не рассказываете. То есть, все, что у вас идет, это, по сути, достаточно поверхностное восприятие, да, и достаточно серьезное заинтересованность в том, чтобы вернуть именно семью. При том, что вы пишете, что увлекались алкоголем, да, вот, значит, алкоголем вы увлекались, вы пишете, но при этом, при том, что вы увлекались алкоголем, вы просто взяли и решили от него отказаться. Это, конечно, хорошо, что вы решили от него отказаться. Это здорово, в этом плане вы молодец. Это, ни в коем случае, я не хочу обесценить того, что вы сделали. Вот, но момент здесь какой, что у вас есть несколько подтверждений, несколько подтверждений наличия проблем. Первое, это то, что начали, значит, как вы говорите, так, проблемы топить в алкоголе, это первое. То есть, тут какие-то проблемы у вас имели место быть. Эти проблемы, они не учли, они не исчезли, да, вот, это первое. Второе. Второе. Вы свою жену ревнуете, да, собственно, с чего все началось, да, с ревности, началось все с ревности к жене. А ревность, это симптом, это симптом, это показатель, это проявление, проявление ряда противоречий у вас. То есть, это, например, проявление того, что вы в себе не уверены. Ну, вот, так вот, на скидку, да. А это подтверждение того, что вы боитесь одиночества. Это подтверждение того, что вы склонны сравнивать себя с, ну, например, другими мужчинами, да. Склонны думать в ключе, ну, в таком ключе, да, что, что, а вот он, он лучше, например, меня, чем-то. Вот я могу быть хуже чем-то и так далее, да. Самая ревность тоже имеет свои причины, да. Причины это, как правило, ну, во-первых, негативный опыт. То есть, то есть, ну, если, вот, вы ревнуете, значит, у вас есть, а, негативный опыт измен, и это, а, первое, на что нужно обратить внимание, надо, то есть, на этот опыт. Вот, откуда он, этот опыт, имеется место быть, а, вот, и так далее. Потому что, из ниоткуда ничего не берется, не берется. Если вам присло в голову, что ваша жена может вам изменить, то, соответственно, откуда-то где-то у вас это уже было. И, поскольку, поскольку вы реагируете на ситуацию вот так, то, скорее всего, опыт, который у вас, ну, имел место быть, возможно, возможно, был негативным, скорее всего. Но, вот, и тут, тут, на мой взгляд, нужно тоже анализировать. Но, как правило, как правило, основная проблема реальности, это, вот, неуверенность в себе и отсутствие собственной значимости. То есть, человек не чувствует себя значимым, не реализуется. Ну, вот, и, из-за этого он, собственно говоря, ревнует, ну, потому что, как бы, энергия-то, она есть, да, вот, энергию реализовать, значит, хочется, вот. А, возможности, возможности для реализации энергии есть, ну, далеко не всегда, к сожалению, к сожалению, вот. Вот, по этой причине, и возникает ревнутость. Тут, тут, эм, только вот, эм, только, только, эм, вся в том, что чувство-то ваше, да, чувство ваше, и оно свидетельствует о том, что у вас имеют место быть, эм, некоторые проблемы. Именно у вас, ну, в вашей, эм, жизни, вот. А, а, страдает от этих проблем страдает, ага, ваша, значит, ну, например, ваша жена, допустим, да, вот, на которую, которую вы оскорбляете, на которую вы наговариваете, да. Эм, и проблема ревности, она, эм, не, не уйдет так просто. То есть, опять же, это, эм, ваш, как правильно сказал мой коллега, эм, определенный жизненный сценарий, эм, вот, вот, эм, которым вы движетесь. И он, этот жизненный, эм, сценарий, нуждается в корректировке. И вот, только когда причины серости, причины депрессии, эм, нас вот, будут вами разобраны, только тогда вы своими переменами, внутренними переменами дадите понять своей жене, что вы изменились. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. А, мне кажется, что вы слишком много думаете о других, вы полностью растворяете других и полностью забываете про себя. Вот, мне кажется, что это основная и ключевая проблема. Вот, эм, подумайте о том, как радовать самого себя, подумайте о том, эм, что делать для самого себя, да, эм, подумайте о том, что бы вы могли сделать для себя, кроме алкоголя и такого всего. И это станет первым шагом. Вторым шагом, конечно, станет налаживание более конструктивного общения с супругой, но это произойдет постепенно и только после того, как супруга заметит перемены вас. То, что она с вами не идет на контакт, говорит о том, что перемен все-таки нет. Ну, а какой вы выберете путь, решать вам. На этом все. Если, значит, понравился вам ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.